Сегодня амурчанам пришлось испытать свою нервную систему и слух. С 10 до 11 утра по области звучали все сирены системы централизованного оповещения об опасности. В Прямуре спасатели проверяли исправность аппаратура. О том, что в этот день будет проводиться учебная тревога, заранее сообщили СМИ и предупредили, что паниковать не стоит. В том, что сигнал об опасности амурчане восприняли спокойно, убедилась и наш корреспондент Людмила Веселова. Внезапный звуковой сигнал и нулевая реакция. Если тревога застала на улице, первая мысль у большинства – смотреть, что делают другие. У меня первая мысль стала, как произошла самая авария. Как его город? Нижний. Камец какой-то, да? Ну, я сразу кинулся по сторонам. Смотрел? Ну, никакое ощущение, весь народ как будто… Будто ничего не произошло? Да. А как вы думаете, как реагировать в такую ситуацию? Ну, да как реагировать? Ну, нужно просмотреться, куда люди будут. Туда и мы. Если одни прохожие хотя бы терялись в догадках, что это за тревога – учебная или реальная, другие вообще все пропустили. Нет, ничего не слышал. Иду пешком с Богдана Хмельницкого и ничего, к сожалению. В Комсомольске-на-Амуре, откуда родом Нина Липовка, учебные тревоги тоже проводятся. Как и у нас, Планово – дважды в год, весной и осенью. Однако вне Планово, в Благовещенске, застало ее врасплох. Первая мысль – сработала сигнализация на машине. Ну, а вы знаете, как реагировать? Ну, практически нет. Знаем, что это нужно реагировать, а как конкретно – нет. Вы знаете, вообще-то обучают, наверное, и по телевидению об этом рассказывают. Но люди к этому очень беспечно относятся сами и считают, что с ними-то никогда этого не случится. Сохранять спокойствие, но при этом и бдительность. СМИ предупреждали об этом и за день до сирены, и утром за несколько часов. Услышав сигнал, надо включить телевизор или радио. Там будут сообщать дальнейшие инструкции. Сегодня по телевизору просто успокаивали. Тревога учебная, но на случай реальной угрозы готов и настоящий план действий. Если это угроза подтопления, то, значит, будет рассказано о том, куда эвакуироваться, какие пункты сбора, какие предметы нужно с собой взять, если мы говорим об организации эвакуации. Если прошла какая-то серьезная, допустим, авария, образовалось какое-то ядовитое облако, то тут уже другой порядок действий. То есть в зависимости от конкретной чрезвычайной ситуации будет передаваться информация. Что если человек услышал звуковое оповещение, находился в этот момент на улице и не смог прослушать информацию по телевизору или радио? Остается надежда на других людей. Как себя вести, нужно сразу же узнать у них. К слову, в том же Крымске, по словам местных жителей, сообщение о предстоящем наводнении было только в виде бегущей строки по телевизору. Тревожный сигнал на улице звучал ночью, уже после того, как город затопило. Людмила Веселова, Иван Сюмак. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.